На этот раз в Гомельской области у дельники проекту знаходятся пять днём. С початкой наведывания потерпелых территорий и встречи с мясовым насильством. Потом круглый стол в Институте радиологии. Французский институт ядерной и радиоценной безопасности – одна из ведущих сусветных науковых установ в лине ядерной энергетики. Польше полторы тысячи ЕС-прациоников занимаются пытаниями обороны насильства, оденья ионизующего опроменивания и мониторингом новокольного сяродя. На Гомельшине контрольным пунктом обраны городский посёлок Комарын Барагинского района. Берётся ретроспектива всех данных, которые получены и институтом, и другими организациями в области рационного контроля, измерения доз внутреннего облучения, проводится анализ и делаются какие-то предложения о том, чтобы снизить как дозовую нагрузку, так и содержание радионуклидов в продуктах питания. И эти данные будут в дальнейшем использованы на территории Европейского Союза. В этом году Комарыне разгорнулись масштабные работы по доброму парадкованию. Пришим размовы идти не только обновлении парадков на земле, а и об капитальном ремонте объектов социальной сферы. Люди мают намер жить тут и далее. Международный проект по радиоцинным мониторингу дозволит реально оценить ситуацию и докладить мир радиоцинной безопасности. В рамках проекта 17-местовых школьников отримали специальные дозиметры и смартфоны с махчимостью передачи информации на сайт французского института ядерной и радиоцинной безопасности. На протягу ближайших двух месяцев яны будут проводить замеры у своим населенным пункте Ягоново-Коле. Уверо с неудельники проекта подведут первые выники. Очень положительная реакция. Они сразу же начали производить измерения после того, как мы раздали им эту систему. Конечно, это можно объяснить тем, что они заинтересовались новым прибором, который они никогда не видели до этого. Им интересно сразу стало его использовать. Но также было видно и очевидно, что дети заинтересовались изучением своей собственной ситуации, своей собственной деревни, где они живут.